Выезжаем из Сартовала в горный парк Рускеала. До него 35 километров. По дороге остановка у водопада Ахвен-Оски на реке Тохмайоки. От горного парка до водопада всего 4,5 километра. Ахвен-Коски самый большой водопад из каскада четырех равнинных водопадов, которые вместе называются Рускеальскими. Русские субтитры подогнал «Сартовала» Название водопада финское слово, обозначающее «окуневый порог» или по другой версии «пороги водяного». Здесь, рядом с водопадом Ахвен-Коски, в 1972 году проходили съемки нескольких сцен легендарного советского фильма «О зоре здесь тихий». Едем в довольно новую достопримечательность Карелии – горный парк Рускеала. Когда-то карьер для добычи мрамора, которым облицованы многие статусные здания Петербурга – от Исаакиевского собора до Ладожского вокзала. Сейчас это некий корейский Диснейленд с аттракционами, экстремальными развлечениями, едой, ретро-поездом, ландшафтной подсветкой и музыкальными мероприятиями на удивительном пленэре. Диснейленд с аттракционами – в 2013. «Крульпийские» Субтитры создавал DimaTorzok Ремонтировал фильм, заинтересовался вопросом, а кто этот горный король, владелец парка? История просто удивительная для нынешних времен. Кратко расскажу. Основатель Александр Артемьев, 14 лет убежавший из дома в Мурманске. В конце перестройки перебрался в Финляндию, учился и работал. В начале 90-х поставил ларек на границе с картошкой фри. Занимался мелким бизнесом. В 1998 году встретил местного краеведа, друга тестя, который увлек горным парком. Здесь была техногенная свалка, брошенная воинская часть, завалы техники и мазута. Авантюрист взял в аренду свалку на год. Затем придумали концепцию. И в 2001 году начали вывозить мусор. В 2005-м открыли тропу, часть Штолина. Запустили лодки в затопленные карьеры. Кстати, на дне там масса артефактов техники разного времени. Появились желающие отобрать парк. Удалось добиться от главы Карелии особого статуса, туристического кластера. Затем война с владельцами посвяковых гаражей. За последние просили 16 миллионов отступных. Короче, сейчас это большой холдинг, который добился от РЖД восстановления железнодорожной ветки к частному объекту. Сейчас там ходит ретро-поезд, который состыкован с «Ласточкой» из Петербурга. Парк расширяется, вокруг идет работа по освоению новых территорий. В общем, молодца. Хотя надо признать, что все очень недешево. Ну, объясни. Парк отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Заключительный этап. Путешествие Роскеала-Приозерск, где будет ночлег и переезд в Петербург с остановками для ловли грибов и ягод. Эпидемически-историческая справка по Приозерску. Первое упоминание об укрепленном поселении на этом месте нынешнего города относится к 1295 году. В русской хронике оно называлось Карела, шведской кексгольм. С 14 века по 1611 год город известен как Карела. В 1941-1944 годах во время Советской Финской войны город был занят войсками Финляндии и стал называться Кексальми. В 1944-м город вторично отошел Советскому Союзу и в 1948-м был переименован в Приозерск. Вот и конец путешествия. Карелия не впервые, но любое путешествие это что-то новое, особенно так красиво закругленное. Вокруг Ладоги. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова